Помимо цен на продукты, еще одна проблема – их экспорт за рубеж. Отходить от царевой направленности поставок сельхозпродукции и вывозить готовые товары поручил Касымжумар Тукаев в своем послании народу Казахстана. К нам присоединяется вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева. Добрый вечер, Гульмира Султанбаевна. Какая поддержка оказывается высокопроизводительному среднему бизнесу по продвижению своего товара на экспорт? Добрый день. Действительно, на сегодняшний день главой государства поставлена задача по увеличению доли переработанной продукции в общем объеме экспорта. Если посмотреть, на сегодняшний день доля составляет 37% по итогам прошлого года. В этом году мы поставили цель достичь 48%, а в государственной программе развития агропромышленного комплекса в индикаторах к 2022 году поставлена цель достичь уровня 60%. Мы, конечно же, разработали целый ряд мер, которые на сегодняшний день министерство реализует для того, чтобы помогать нашему бизнесу увеличивать объемы экспорта за рубеж. Во-первых, это снятие ограничений и получение доступа на рынки приоритетных стран мира. Эта работа ведется ветеринарными и фитосанитарными службами нашего министерства и заключается в снятии ограничений по различным видам болезней, получении статусов страны свободных от различных видов болезней животных, растений, карантинных объектов, согласовании ветеринарных и фитосанитарных протоколов и сертификатов. И это позволяет нам на сегодняшний день увеличить объемы экспорта продукции на 17% по итогам прошлого года и на 12,5% по итогам 6 месяцев текущего года. Помимо этого, мы помогаем нашим сельхозторопроизводителям решать вопросы, связанные с получением различных льгот при доступе на рынки приоритетных стран. Это снижение ввозных таможенных пошлин, снижение налогов, также использование таких преференций, которыми мы пользуемся, заключая с приоритетными странами соглашение о зонах свободной торговли, это установление зеленых коридоров для казахстанской сельскохозяйственной продукции, а также, что немаловажно, совместно с другими заинтересованными органами, мы проводим работу по упрощению процедур, по получению различных разрешительных документов для казахстанских сельхозторопроизводителей при вывозе продукции за рубеж. И в этом нам помогает цифровизация. Внедрение информационных систем и принципа единого окна позволяет нашим фермерам сэкономить и время, и деньги за то, чтобы оформить документы необходимые для того, чтобы отправить казахстанскую продукцию за рубеж. А вот насколько популярна казахстанская продукция за рубежом? Наша продукция во всем мире пользуется высоким спросом, именно за счет высоких качеств нашей продукции. Она признается экологически чистой, натуральной. Мы 3 сентября в правительстве одобрили две дорожные карты по поддержке развития систем производства органической и халал-продукции. Это, мы считаем, поможет нам разработать не только системы производства, но также наладить процессы аккредитации и сертификации данной продукции. И, соответственно, наши фермеры могут продавать свою продукцию на приоритетные рынки как продукцию премиум-класса с дополнительной маржой, с дополнительной прибылью. И это позволит нам быть более конкурентоспособными на рынках третьих стран. А какие механизмы разрабатываются по увеличению экспорта переработанной продукции за рубеж? Безусловно, для того, чтобы увеличить объемы экспорта, нужно существенно увеличить объемы переработанной продукции, производство ее здесь, в Казахстане. И это меры, которые связаны с тем, что мы сейчас разработали специальные программы в реализацию государственной программы агропромышленного комплекса, где предусмотрены специальные меры по развитию мясной продукции, объемов производства, молочной продукции, продуктов глубокой переработки зерна. Именно привлечение инвестиций в сектор переработки позволит увеличить в разы объемы производства переработанной продукции. Если мы сравним итоги прошлого года, то в прошлом году в сектор АПК было инвестировано 519 миллиардов тенге, и это было выше почти на 18% по итогам предыдущего года. В этом полугодии мы уже увеличили объемы инвестиций в сектор АПК на 62,5%. Мы сейчас точечно ведем работу с 30 компаниями, это зарубежные инвесторы, которые готовы сейчас нам помочь и осуществить трансфер зарубежных технологий, привести сюда новые инновационные методы переработки, которые позволят нам перерабатывать наше казахстанское сырье и получать высококачественную, соответствующую требованиям стран-импортеров, переработанную продукцию. Таких проектов сейчас у нас 30 на сумму почти 3 миллиарда долларов. Из них ТНК-проектов, то есть проектов, которые мы будем выполнять совместно с транснациональными компаниями, имеющими свои рынки, имеющими высокий опыт трансферта таких технологий, 14 проектов на сумму около 1 миллиарда долларов. Спасибо большое вам за беседу. Гостем студии была вице-министра сельского хозяйства Гульмира Исаева.